Здарова, друзья! Наконец-таки долгожданный челлендж, которого ждали многие, потому что все просили. Это челлендж только тапами на МК-14, то есть мы заходим в катку, она стоит на одиночке, мы одиночку не перекручиваем. И в принципе остается таким образом, что нам нужно стрелять, то есть нажимать каждый раз, чтобы выстрелить. Такая тема, надеюсь вам понравится, ставьте лайк, подписывайтесь, ну и в принципе мы идем в соло режим, таланты прокачаны, взял с собой только разрывки, ну и в принципе все по дефолту, то есть ничего особенного, ну только Сталик надел. И в принципе погнали, не буду вот раз задерживать. Такс, как бы не хотелось нажать по привычке вот сюда вот, но этого делать нельзя. Не знаю насколько будет эффективно, можно ли нам типа, нужно ли скручивать прицел, или может быть нужно играть наоборот на 6х. В принципе не знаю, сейчас думаю попробуем адаптироваться, ну если конечно получится, потому что сами понимаете, может быть все очень даже неприятно. Конечно, МКшка тапами это прикольно, в классике типа так и делается, потому что ну там как бы в принципе так и нужно делать, иначе ну зажмешь все промажешь, а здесь конечно МКшка попадает просто на ура, поэтому тапы могут банально подвести. Такс, ну я вроде бы настроен. Ну да, что-то слушайте фигово, конечно, может быть успеем, может быть нет, но... А где он? Да уж. Пулл шесть челик? Да, ну слушайте, тапами это будет сложно походу. Голых-то конечно мы наверное разнесем, а вот шестерку, особенно в клоусфайте, это будет прям наверное слишком тяжело. Никуда не денешься, ну ничего попробуем как бы. Вообще насколько это возможно. Я дал одну голову. Это много урона, кстати. Эй, Граник, убери, плиз. Я удивлен, мы зажали его. У нас получилось, это... Классно, слушайте. Это настолько экономит патроны, вы просто не представляете, это просто ну максимальная экономия. Конечно они тоже все-таки съедаются, но в принципе так-то это прикольно. Ой-ой-ой, вот я так и думал, что кто-нибудь нас зажмет в спину. Пришла шестерка. Ожидаемо, но все-таки как есть. МКшку у нас отобрали. Фигово, потому что мне нужно закупать обвесы на следующую, так как их просто нету. Ладно, погнали дальше. Так, ну хотя бы мы здесь заресались, у нас есть фулл 6 броня, это уже хорошо, потому что когда ресаешься вот на этом спавне голым, я думаю вы знаете, что бывает. Обычно я выживаю, ну, секунды две. Это прям реально много даже иногда. Иногда и за одну помираю. Потому что челик, как говорится, бывает не дремлет и вообще в целом, ну, непонятно где он там прячется. Если он захочет закрысить голову, то он это как бы 100% сделает. Так что в таком плане можно даже как бы не рыпаться. Так, блин, а где люди? Хотелось бы сразу с ними встретиться, но что-то пошло не по плану. Обычно в Синогре сейчас что-то не так. Ну, кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить то, что я в Телеграме, в своем Телеграме, по самой первой ссылке в описании, продаю ЮСишки. То есть, если вы хотите задавить в папку, то, как говорится, милости прошу, ссылка самая первая в описании. Ничего тяжелого, просто пишите по ссылочке и заказывайте нужное количество. Там уже, в принципе, все указано. Хорошо, что человек появился. Я, правда, не совсем понял, где он. Что-то он как-то, знаете, я лежал вроде на месте, а он ни разу не попал. Ну, как-то, да. Сами понимаете, странно. Может быть, у него обвесы плохие или... Ну, не знаю, в целом. Хотя зажигалки, типа, ну, нормально вроде. Ой-ой-ой. А, типа там их двое, оказывается, было. Я не знал. Так, бежит, 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 бежит. Я не знаю, где лучше его встречать. Вообще, как бы, неудобно. Ну, давайте попробуем. Эй, тихо, тихо. Все-таки у нас тоже не хватило патронов обоим. Я думал, нам 100% хватит. Нет, не хватило. Так, в этот раз у нас снимают вообще все. Да, слушайте, прям по кайфу, прям по кайфу. Такое тоже бывает. Но, знаете, мне кажется, все-таки явно на 100% то, что тапами сложнее. Прямо по-любому. Ну что ж, закупаем последние остатки. В принципе, это, блин, снимают много, честно. То есть, вообще, прям раздевают сильно. Но, блин, ничего не поделаешь. Придется терпеть. Челлендж должен быть выполнен. Погнали. Так, как обычно, скручиваем прицел. Зажигалки, если что, пока оставляем на всякий случай. Но в прошлый раз, блин, конечно, был сложноват. Но мы были очень близки. Прямо это было очень-очень близко. Правда, патроны в таком случае заканчиваются просто максимально неожиданно. И, блин, непонятно. Сколько у тебя их осталось? То есть, если примерно, когда зажимаешь, понимаешь, сколько осталось, то здесь вообще не ясно. Потому что они улетают немного с другой скоростью. И вообще-то зависит от того, как ты тапаешь. Что за выстрелы были? Я что-то не понял. Это сзади, что ли? Вы это видите, да? Вы это видите? Ну, слушайте, нормально так. Мы его раздамажили, но не закрыли. Хотя, может быть, закрыли бы, если бы можно было... Так. Уходи. Этого забрали, но... Очень большой риск. Да-да-да, вот этого вот. Так и знал. Всегда на выстрелы кто-то приходит. Ловая шестерка, да? Хорошо, этого тоже забираем. Гранник был, ну, чуточку нечестным. Да и вообще... Лучше бы сражался так. Надеюсь, больше никого не будет. Аптечки кончились пока что. Так. Рюкзак. Да, блин. Кашу по кнопке. А что, у них были только обычные? Просто какие-то странные люди. Ну, блин, берут обычные. Вообще, по какой смысл? Так, ничего себе, даже пластины получше выпали. Благодарю. Слушайте, так-то с тапами, на самом деле, можно стрелять даже медче. Вот только с прицелой и надали. А, в принципе, если это делать в упор, то, ну, сами понимаете, немножко... Все идет не так. Но, в целом, я хочу сказать, довольно играбельно. То есть, можно, типа, пользоваться и стрелять иногда на какие-то там средние или дальние дистанции. И иногда тапы, ну, намного лучше работают. Ну, да, блин, опять кто-то пришел. Опять в спину, конечно. Ну, дефолт, как бы, да? Я, правда, немного не понял, откуда он стрелял. Поэтому, очень рискованно. Сейчас, походу, придется раскидывать дымы. Потому что я совсем не понял. Что, он по дымам там вообще стрелять будет или нет? Что, по броне у нас еще 800. Ну, нормально, это много. Должно хватить. Типа, да, этого я тоже ожидал. Опасно здесь, опасно. Потому что иногда клоуз-файты мы можем немножко не вывести. Хотя, если привыкнуть, то, как бы, ну, будет нормально. Вроде как. Но, опять же, клоуз-файты, да, это больное место. Все же. Думаю, от этого никуда не денешься. Я вот не понимаю, челик фул только этот играет с этим, что ли? Ну, или, типа, у него все-таки есть этот, нормальное оружие? У него все-таки был шестой шлем, кстати. Да, блин. Еще челик тупо. О, фига себе мы, как бы, да? Даже без МКшки справились. Ничего себе. Гранник выпал. Хитрец, да? И патрон, главное, разрывных у него прям дофига. Мягко говоря, дофига. Особенно для того, кто играет с М24. Это явно по игроку. Значит, кто-то нас скрысить еще раз пришел. Ну, типа, понимаю, что нет. Во, кстати. То, что мы потеряли в прошлые разы, как раз-таки вроде как нужно. А, у него аптечек не было? Похоже, что у него были с этим трудности. Так, ну что, я думаю, надо до выхода, что ли, загонять. Ну, по крайней мере, попробовать. То есть, типа, мы уже вынесли довольно много. Конечно, относительно того, сколько с нас сняли, это фигня. Но хотелось бы засейвить, чисто по приколу. Все-таки до конца сезона еще, ну, плюс-минус неделя где-то. А если вещи кончатся, то, блин, как играть? Да, пускай стреляется там что-то вообще страшное. Там два граника. Лучше туда не идти. Потому что тапами явно против двух гранников. Это будет очень опасно. Кстати, заметил, чувак был голый, если не ошибаюсь. У него был шестой шлем. Но при этом мы дали ему две тычки. Если я, конечно, не ошибаюсь, то дали именно в тело. То есть, третья броня. Она вытерпела две тычки. Это, ну, это удивительно. Потому что раньше она выдерживала, по-моему, только всего две. То есть, две тычки он закрывается. А сейчас две. Ну, как бы и следующая третья тычка закрывала этого. Ну, блин, слушайте. 750 тысяч. Классно. Чел, он же, в принципе, выполнен. То есть, поиграбельно. Ну, и сыграем последнюю катку. Может быть, тоже как-то повезет. Надеюсь, у нас хотя бы вещи в этот раз не отберут. Чел, кстати, красавчик. Вообще, чисто вылез, спрятался и закрыл ровно спину. Я этого не ожидал. Я думаю, как сделаем. Пойдем встречать чела, который тоже может вылезти из такого же бага. Ну, потом уже попробуем схватиться с челом с вот этой вот тюрьмы. Ну, и крыса, конечно, да? Надеюсь, он там не вылез. Ну-ка. Так разве можно было? Капец. Ой-ой-ой. Ну, насчет тебя и понял, друг мой. Вообще, не было никаких сомнений в том, что ты там крысишь. А, там еще крысит. Ничего себе. Ну, хотя бы какая-то инфа. Бот его спалил. Может быть, даже, кстати, самого его с эмкой. Так, что-то прилетело это по мне. Или что? Это как? Кто? Справедливо, справедливо. Ничего не сняли. Благодарю. Короче, на этом заканчиваем. В принципе, челлендж выполнили. Но, опять же, чисто дефолт тактика. И, на самом деле, дефолтный челлендж. В плане того, что, ну, почти. Сильной разницы для меня в этом нет. Это только тупые клаус-файты. Вот и все. Вблизи сложно, а на доле, мне кажется, даже чем-то бывает легче. Ну, и на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте залетать в телегу. Ссылка самая первая в описании. Не болейте. И до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok